Всем привет! У нас межсезонье. Пора, когда не происходит вообще ничего. Думаю, чуть позже мы возобновим Еженовости, а пока идет пора подведения итогов. Пора на самом деле очень важная, потому что прежде чем ввязываться в очередную потасовку за звание чемпиона России, стоит понять, с чем же мы вообще к этой драке подходим. Всю весну у себя на бусте я проставлял оценки футболистам за каждый сыгранный матч. Всего мы сыграли 16 игр, 13 в кубке и 3 в чемпионате. Этот отрезок нам наиболее важен и показателен. То, что было осенью 2022 года, остается осенью. Весной же был отрезок с Михаилом Галактионовым, и многие ребята проявили себя гораздо ярче, чем в первой половине. А есть те, кто и по весне был все так же блекл. По каждому игроку за эти 16 матчей была сформирована средняя оценка. Это конкретное видео будет посвящено тем футболистам, которые этой весной набрали меньше 6,5 баллов. 6,5 у меня, как у человека, проведшего не одну тысячу часов в футбольных менеджерах, это средний балл. Ни горячо, ни холодно. И еще надо отметить, что оценки я ставил только тем игрокам, которые вносили какой-то вклад в матч. То есть, если игрок вышел на 15 минут, но даже мяча ни разу не коснулся, то и оценку я ему не ставил. А если вышел хотя бы на 5 минут и забил, тогда оценка есть. К счастью, те, кто выходил бы на 5 минут и при этом привозил, таких вот у нас не было. Еще у нас есть целых два футболиста, которые набрали ровно средний балл. И они не попадут ни в обзор худших, ни в обзор лучших. Причем Даня Худюков набрал 6,5 баллов ровно одной игрой. Это матч с Акроном, который в целом хотелось бы вычеркнуть из нашей памяти. А вот Вадик Раков первые два матча провел плохо. На шестерке было много суеты и мало полезных действий. А вот последние два, наоборот, очень хорошо. Тут и голевой пас с Файкелом, и очень активная игра с торпедой на краю атаки. В итоге средние 6,5 и отсутствие как в рейтинге плохишей, так и в рейтинге лучших. Итак, за эту весну 9 человек получили средний балл ниже 6,5. И мы пойдем от лучших к худшим. Станислав Макеев, получивший тяжелую травму в игре Сочи, был одним из тех игроков, которых Михаил Галактионов активнее других использовал в межсезонье. Именно вокруг него, судя по всему, должна была строиться наша оборона, потому что он успел поиграть и с Конти, и с Кузьмичевым, и с Погосновым. Однако средний балл оказался довольно невысок. 6,44. Громадную лепту в это внесли первые матчи со Спартаком, где у нас вся оборона играла плохо, и, конечно, раннее удаление с Ахматом, где я ему поставил очень низкие 5 баллов. Чтобы выбраться из такой ямы, нужно было провести еще хотя бы несколько матчей с оценкой от 7 и выше. И я уверен, что Макеев их бы провел, но травмы вынесло Станислава до конца года, и в последних четырех играх он участия не принимал. Так что, в любом случае, здоровья и надеемся на скорейшее возвращение. Еще один игрок Центра обороны нашелся на восьмой строчке нашего чарта. И я думаю, что вы не удивлены, что это не последний центральный защитник в этом выпуске. Херман Конти приехал к нам не на флажке, он успел провести полноценные сборы, но ответа, зачем нужен Локомотиву Херман Конти, лично я так и не получил. Я не понимал этого в межсезонье и бомбил в Ежи Новостях, еще больше бомбил затем по ходу матчей. А потом Конти просто пропал. Матч с Краснодаром, завершившийся, вообще говоря, очень красивой победой для Локомотива, стал для Хермана последним на данный момент. В этой игре Конти отлетел от Кордобы метра на три в контактной борьбе и особенно старался не мешать нападающим Краснодара у наших ворот. Я ему поставил оценку 5,5 за ту игру. Но, по всей видимости, оценка тренерского штаба оказалась еще радикальнее. Никаких объявлений о травме не последовало, зато посреди мая появилась новость от самого Конти, что он потерял багаж где-то в аэропорту на пути в Аргентину. Почему я не удивлен, интересно? Ну что ж, посмотрим, вернется ли он из Аргентины к 18 июня или же это очередной чудной трансфер в нашей многострадальной истории. Если по Конти вопросов много, то будущее Франсуа Камано в клубе определено. За эту весну он от меня получил 6,4 балла, хотя у него был даже матч на 7,5, приведенный против Оренбурга. Возможно, примерно так же оценили игру Камано и в спортивном отделе, поэтому контракт с игроком сборной Гвинеи решили не продлевать. А ведь Камано чуть ли не в каждом матче на поле появлялся и казался игроком строго основного состава у Галактионова. Почему так, могу только гадать. Увы, этой весной продолжилась тенденция Камано мазать из убойных позиций и пороть моменты. Да, он по-прежнему очень дисциплинированно отрабатывал в обороне, но в игре с Зенитом, например, на его счету было примерно 7 неточных передач за первые 10 минут. Ну, многовато. А в иных матчах он мог по полчаса вообще мяча не касаться и уйти с поля в итоге с показателем в 2 точных передачи. В общем, удачи Камано. Спасибо за шикарную весну 2021, за Кубок России выигранный, но дальше без тебя. Меня часто спрашивают, какая линия требует усиления у Локомотива. Вот вам ответ. Третий центральный защитник в топе худших игроков этой весны у Локомотива. А ведь любая плохая оценка для центрального защитника это потенциально результативный привоз. И если плохих оценок было больше хороших, значит привозов было действительно много. И все трое должны просто охренеть, как проставиться перед Ильей Лантратовым за то, что эта весна оказалась именно такой, какой оказалась. Иван Кузьмичев косячный. Лучшее определение, которое я могу ему дать. Он не яркий, он не ошибается там в каждом своем моменте. Он просто косячный. Он может упасть на ровном месте, он может отдать передачу сопернику, может срубить не нахиво в своей штрафной. Или побежать, закрывать пустое пространство, открывая коридор для передачи. И если в паре, допустим, с Макеевым или Погосновым, с Лантратовым за спиной, это было не так плохо, то когда мы играли Конти Кузьмичев в центре, это был кошмар и тряска с нулевой минуты матча. Если по Конти есть вопросы, сыграет он еще за Локомотив или нет, то по Кузьмичеву четкое ощущение, что следующий сезон он проведет где-то еще, но не в Локомотиве. А ведь приходил-то совсем-совсем недавно. Вопрос только, зачем? Самый, пожалуй, удивительный человек в этом видео, и я уже со страхом предвкушаю все ваши комментарии, но я все перепроверил, цифры не врут. Антон, лучший бомбардир нашей команды, один из лучших распасовщиков нашей команды, и всего 6,31. Но, увы, за каждым матчем, где он забивал и приносил голы, стоят матчи, где он не делал на поле вообще ничего. И именно это были те самые матчи, те самые моменты, когда он должен был брать все в свои руки. Самый яркий матч, матч с Акроном, где его мастерство должно было раскрыться на полную катушку. А на деле мы получили большое количество потерь на своей половине поля, и полное отсутствие креатива впереди, тогда, когда не было, например, Артема Дзюба, чтобы все исправить. Хуже всего для Антона было то, как на контрасте с ним выходили и решали игру люди, которые его меняли. То Исидор, то Глушенков, то Рефаджи Малединов. Про Антона мы много говорили по ходу этой весны, и ходят слухи, что летом он может сменить команду. Возможно, ему действительно пришла пора сменить обстановку. О том, что это сильный футболист, мы все прекрасно знаем. Но и то, что в Локомотиве он давно уже не выдает свой максимум, это тоже факт. Хотя мне, конечно, очень хочется, чтобы к нам просто вернулся тот Антон из чемпионского и послечемпионского сезона, которым мы гордились и задавались вопросом, а не лучше ли он своего брата? Дальше у меня три игрока, которые играли совсем немного и получили среднюю оценку в 6 баллов. Места распределялись по дополнительным показателям, и среди этих троих футболистов максимальная оценка, которую я ставил, выше у Константина Мардешвили. С Динамо Костя сыграл на полновесную семерку, поучаствовал в решающих голах и в целом добавил активности в центре поля, в тот самый момент, когда как раз нужно было этой активностью соперника задавить. Но были и откровенно плохие игры с ЦСКА, с крыльями советов, когда чуть ли не каждое касание приводило к потере мяча. Но тоже стоит отметить, что именно удары Мардешвили по воротам ЦСКА привел к угловому, с которого забил Исидор, например. Главная проблема вообще не в этом, а в том, почему Мардешвили из игрока, которого покупали за довольно большие деньги, из ЦСКА, превратился в игрока, который не всегда даже со скамейки выходит. А если и выходит, то у него за 15 минут может начать сводить ноги, как в игре с Ахматом. И это при том, что он за эти два неполных сезона, вообще говоря, много забивал и отдавал голевых передач. Он в футбол-то играть умеет, и позицию ему, наконец, родную оставили. Но когда перед ЦСКА и Динамо вылетали опорники, их место занимали Щетинин и Куликов, а Костя выходил лишь на замену. И это тоже один из главных кандидатов на поиск новой команды этим летом. Другой центральный полузащитник Даня Куликов окончательно выпал из обоймы Локомотива, хотя по межсезонью первому матчу казалось, что Галактенов будет чуть ли не вокруг него строить вообще всю игру Локомотива. В итоге, выход в первой игре после перерыва со Спартаком и катастрофа. Вместо того, чтобы цементировать центр поля и начинать атаки, получился проходной двор и постоянные ошибки при выходе из-под прессинга. И быть бы Дани на последнем месте, но из-за дисквалификации Димы Баринова Галактенов дал ему еще один шанс. И вот тут матч против другого московского клуба Динамо вышел куда уже как симпатичнее. Та же самая задача по разбиванию прессинга и выходу в атаку была уже куда-ка качественнее выполнена. Здесь, конечно, и прогресс всей команды сказывается, но отметить хорошую точность передачи и в целом вовлеченность в игру стоит. Это ведь главная проблема Куликова, что он пропадал с поля. Правда, суммарно у Дани все равно всего 6 баллов и вероятные поиски новой команды. Думаю, что в условные крылья советов он зайдет как влитой. Ну а в Локомотиве свою порцию похвалы от Лукомского за игру в Лиге Чемпионов он уже в свое время получил. Чего еще желать российскому футболисту в наше бездарное время? Иван Игнатьев оказался на этой строчке, потому что он провел три матча, которые получили мою оценку, но эта оценка была гораздо более ровной, чем у Куликова и Марадешвиля. Выходил он почаще, но это были выходы буквально на 1-2 минуты. Там же, где ему давали побольше игрового времени, все было, ну, очень стабильно и даже немного понарастающе. 5,5 баллов с Акроном, шестерка с крыльями советов и 6,5 в игре с факелом. Увы, главная проблема Игнатьева проявилась еще в межсезонье, и именно из-за нее, собственно, Галактионов настоял на подписании Дзюбы. Это патологическая невозможность Игнатьева зацепиться за мяч. То, что Дзюба делает с закрытыми глазами. У Игнатьева, увы, не получается совсем. Он исправно бежал за спину, он навязывал борьбу, но получать мячи не получалось. Защитники следили за ним очень внимательно, и мячи в атаку, чтобы он потом их куда-нибудь скидывал там на фланги, они просто не доходили. На контрасте с Дзюбой разница стала особенно показательной. Контракт у Игнатьева с Локомотивом был на год, и я не знаю, что должно произойти, чтобы этот контракт продлился еще на какой-то срок. Хотя, лично у меня негатива к Ивану нет никакого. Никаких зашкварных историй не было, упрекнуть Ивана хоть в чем-то у меня язык не повернется. Когда выходил, делал то, что умеет, и в общем-то забил достойное для запасного нападающего количество мячей. А уж пяточка на Карпукаса в игре с торпедо... И барабанная дробь. Абсолютно худший игрок, причем с отрывом ото всех, проведший почти половину из возможных игр этой весны. То есть это не просто один плохой матч, за который я куда-то загнал в подвал. Это Игорь Смольников, взятый по акции вдовеса к Дзюбе. Я даже не знаю, что конкретно не получилось у Смольникова, и по факту зачем его брали. Нагорных во всех комментариях хвалит Игоря за профессионализм и то, что он привнес в раздевалку. Я в раздевалке не был, и вспоминаю только нелепое удаление с Краснодаром, наезд на Мирнчука после Ахмата, и кучу заработанных на ровном месте пенальти. В моменте я думал, что Игорь будет лучше, чем Живоглядов и Нинахов вот на эти конкретные полгода. Просто за счет своей скорости и опыта. Но когда Нинахов начал выдавать один стабильный матч за другим, оказалось, что разница в уровне со Смольниковым, она просто несопоставимая. Я думаю, что и Дима Живоглядов был бы куда лучше. Но почему-то Галактионов верил в Игоря и ставил того в состав, когда Нинахов получал свои карточки. Говорят, Смольников готовился объявить о завершении карьеры и отдыхал в Майами, когда мы решили выдернуть его, поиграть еще полсезончика. Подозреваю, что примерно туда же этим летом Игорь и отправится вновь. Итак, это была девятка игроков, которые заработали суммарный балл ниже 6,5. Игроков, которые заработали больше, оказалось аж 13 человек. О достижениях говорить гораздо приятнее, но об этом в следующий раз. Подписывайтесь, ставьте лайк и пишите, кто по вашему мнению в этом рейтинге явно лишний, а кого не хватает. С вами был Тим, пока!